ребятки всем привет сегодня мы с вами делаем пирожную картошку у меня на работе были вот такие персики вот и они засохли но фирма их не меняет и выбрасывать как бы это дорогое и я сделаю домой думаю сделаю из них картошку картошку у меня дома все любят делается она легко быстро и вот решила вам показать как я ее делаю я ее значит их разделяю эти персики у них внутри сгущенка и и я выбрасывал курочкам вот а этот остальное разделяю вожу вот сюда в блендер и измельчаю сейчас я вам скажу все здесь у меня вот стоит чашка в ней такое сито я поставила и через это сито на всякий случай просеиваю на тот случай если вдруг осталось где-то крупные куски которые не измельчились или осталось сгущенка она не измельчается иногда остается такая тянущая масса такая вот и чтобы такого не было что потом на зубах неприятно просто попадает и я перекладываю сюда все так просеиваю вот видите которые крупные вот остаются вот так вот их можно потом измельчить а которые уже не измельчаются кусочки они остаются в сети и я их потом выбрасываю курочку вот это я убираю курочку так вот я перекрутила все пирожное которое показывала вам там у меня печеньки эти получилась у него такая масса 800 грамм получилось как раз это на две порции картошки сейчас буду делать картошку а тут еще нажарила рыбки вот и сделала подлив к ней вот мы так любим всегда делаем там здесь идет чеснок масло с этой рыбы которая жарилась и кипяточек заливается и сюда немножко уксуса очень вкусно макать туда рыбку и кушать попробуйте очень вкусно на порцию нам нужно будет 400 грамм любого печенья 100 грамм масла 50 грамм какао и 200 грамм сгущенки либо 100 грамм молока и 150 грамм сахара в общем у кого что есть и все все это перемешивается и получается у нас картошечка лепим потом ее любого размера какого вам больше нравится и все так вот здесь у меня скопа 35 грамм какао сейчас еще добавлю сюда за старую пачку до достану вот я добавила какао перемешала сейчас я растоплю масло вот такое у меня масло сливочный берега здесь 180 грамм где тут написано ну в общем здесь 180 грамм это я точно знаю сейчас я его растоплю налью сюда сгущенку и масло и все перемешаю картошка готова сгущенка у меня вот такая рогачёв сейчас я ее открою тут как раз 380 грамм нам надо 200 но он как раз на две порции банка сгущенки хорошо так ну вот ребят выливаю сгущенку так помощник пришел и теперь добавляем масло масло у нас немножечко остыло даже если она не остыла ничего страшного но лучше конечно подостыла чуть-чуть но не сильно потому что если она сильно остынет она застынет и вы не сможете потом перемешать а нам нужно чтобы получилась однородная масса перемешиваем если у вас есть дома коньячок можно добавить 50 грамм коньячка ну вообще по рецепту по госту надо добавлять сюда коньяк но если у вас нету или вы будете делать для детей у вас маленькие дети туда конечно не добавляйте все ложка мешать уже тяжело часть перчаточки не будем лепить картошки на первый взгляд может показаться что масса маслянистая но за это не переживайте когда масло остынет застынет холодильник мы потом уберем еще и масло не будет жирное будет все нормально оно все застынет и как раз за счет этого масла масса будет держать форму ложку я не убираю потому что ложку буду умирать сейчас это буду делать чтобы удобно было это можно убежать хорошо перемещать чтобы нигде не осталось их крошек может принципе без ложки я уберу вот я беру обычно дома я делаю вот такие маленькие картошечки чтобы было удобно кушать такие маленькие хотите можете когда делаете крошку перемешались какао можете на тарелочку себе отложить немножко и потом обвалять их в крошке и будет у вас прям такая магазинная картошка как магазине продают ну я обычно не обваливаю она застывает я вот уберу и в холодильник она застынет и будет ровненько красиво . все на этом прощаюсь буду делать дальше картошечки а вам приятного просмотра а мне приятного аппетита спасибо всем пока увидимся скоро